Вы смотрите программу iNews. Здесь мы рассказываем о самых интересных событиях в мире науки и высоких технологий. В студии Максим Никитин смотрите в этом выпуске. Первый гибридный электрокар от Lamborghini с запасом хода всего 10 километров. В России возведут космический центр с имитацией лунной базы. Умный рюкзак, способный превращаться в целый развлекательный центр. В гонку за созданием самого экологичного электрокара вступила и компания Lamborghini. Хоть это и спорткар с большой мощностью и высоким потреблением топлива, руководство автоконцерна все-таки решило не отставать от трендов и сделать свои автомобили чуточку экологичнее. Производители заявляют, что с выходом новой модели Revolta автомобиль стал сочетать в себе динамику и мощь спорткара и экологичность современного электромобиля. Но есть один нюанс. Запас хода на электрической тяге всего 10 километров. Машина ориентирована на тех, кому не важна автономность, а важны скорость ускорения. Уточняется, что электрический двигатель может заряжаться прямо на ходу за счет системы торможения на передней оси автомобиля. Причем штатная батарея полностью заряжается всего за 6 минут. Под капотом новинки установлена 12-цилиндровая силовая установка мощностью 814 лошадиных сил, выдающая до 9250 оборотов в минуту. За счет продуманной системы подачи воздуха мощность двигателя составляет 126 лошадиных сил на литр объема. В автомобиль добавили новую развлекательную систему, два монитора для водителей и пассажира и дорожные ассистенты. Также предусмотрены фирменные приложения для часов и смартфонов, с помощью которого можно управлять основным набором функций. Lamborghini планирует выпустить первый полностью электрический спорткар к 2030 году. Ну а эта модель – первый шаг к достижению своей цели. Гибрид начнут продавать в конце этого года по цене от 40 миллионов рублей. В Подмосковье идут поиски наиболее подходящей территории для размещения космической станции с имитацией лунной базы. Возвести центр, площадь которого составит около 6000 квадратных метров, планируется в течение пяти лет. А размер финансовых инвестиций специалисты оценивают в 6 миллиардов рублей. Кроме того, руководитель компании уточнил, что планируется создание полной имитации лунной базы с максимально приближенным к лунным условиям. А жилые и хозяйственные помещения в виде своеобразных юрт будут полными копиями тех, которые позднее появятся на Луне. На полигоне будут размещены участники эксперимента, которые должны будут испытать условия нахождения на этой базе и выяснить, насколько текущие разработки соответствуют всем требованиям безопасности. При этом вход на космическую станцию будет открытый для простых обывателей. В рамках экскурсии можно будет прогуляться по лунной базе, изучить окрестности и посмотреть на новых роботов и их возможности. Космический комплекс будет включать в себя главное здание, центр обеспечения связи, а также парковку. На территории можно будет найти копию лунного поселения, зону научных исследований, модуль космической связи, а также кафе с магазинами. В перспективе добавит и аналогичную марсианскую базу. В Японии и Китае набирают популярность умные рюкзаки. Эти устройства предназначены не только для того, чтобы носить личные вещи, рюкзак также может превращаться в целую развлекательную систему. Весит устройство чуть больше одного килограмма. Выглядит как современный городской рюкзак для фрилансеров или цифровых путешественников. Основное отделение раскрывается на 180 градусов, как багажный чемоданчик, а сверху закрывается крышкой на защёлках. Вся лицевая часть рюкзака представляет собой сплошную плоскую светодиодную панель. Дождя и снега не боится, материал водозащитный. На этой цифровой панели можно установить любое изображение или анимированные рисунки. Управление происходит с помощью специального мобильного приложения. В рюкзак встроен плеер, можно слушать онлайн радио или загруженное в мобильное приложение треки. А ещё музыкальные композиции можно написать самому. Для этого есть режим миксер. Анимация на панели рюкзака будет двигаться в такт музыки. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале Татарстан 24 и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин. До новых встреч!